Более кренится в сторону авторитаризма, причем для этого не обязательно какие-либо указания сверху. Милиция, спецслужбы и даже депутаты сами знают, что делать и как, чтобы хорошо жилось им, оказавшимся у руля или близ кормушки, а все остальные их не интересуют. Например, многие эксперты и политики предлагали снизить избирательный порог до 5%, а залог до 1 миллиона сомов. Но парламент уже во втором чтении поправок избирательного законодательства оставил порог в 7%, а залог в 5 миллионов сомов. За рубежом залог существует только для индивидуальных кандидатов, но не для партий, для которых главным является количество набираемых голосов, но не их финансовое состояние. Иначе, например, представители партии пенсионеров или партии бездомных принципиально никогда не смогут попасть ни в какой парламент. В Великобритании, где покупательная способность населения много выше, чем в Кыргызстане, залог для кандидата 500 фунтов, что составляет 45 тысяч сомов, но не 5 миллионов и даже не миллион. В других странах главным образом в Европе подобного избирательного залога вообще нет. Совсем нет таких препятствий. Это в основном только в наших странах СНГ практикуется. В прошлых выборах мы все участвовали с залогом в 1 миллион, а потом было предложено 5 миллионов. Если мы снизим залог до 1 миллиона, для бюджета не будет никаких расходов.